Здравствуйте мои дорогие друзья, гости и подписчики канала. В одном из последних обзоров светильника от компании Акваксер я уже говорил, что принял решение поменять все освещение у себя в аквариумах на светодиодные. Если в предыдущем обзоре светильник стоил там порядка 350 гривен, то сегодня мы рассмотрим достаточно бюджетный вариант светильника, который стоит там порядка 60-70 гривен. По мощности он немножко уступает, но я специально заказал два таких светильника, это порядка там 120 гривен, там даже меньше чем 5 долларов, грубо говоря. И вот хочу вам сегодня показать, как он работает, как он светит, как он собирается, как он крепится и еще к нему вот я заказал вот такие вот ножки для того, чтобы можно было этот светильник прикрепить вверху над аквариумом. Итак, давайте приступим. Итак, друзья мои, давайте распечатаем. Так, что у нас здесь в коробке? Здесь у нас в коробке идет вот такой вот штекер. Значит, вилки в розетку в комплекте нет. Я так понимаю, что этот светильник подключается напрямую в розетку. Никаких блоков питания дополнительных к нему не надо. Все уже есть в него в комплекте. Значит, друзья мои, что особо порадовало, так вот это вот такие вот крепления. Давайте я их открою, покажу вам. То есть, вот такие вот крепления, которые позволяют, прикрутив, скажем, к крышке аквариума кверху вот такое крепление, закрепить этот светильник вот таким вот образом. Вот, видите, и еще один вот такой же. Вот, то есть, это позволит вам, скажем, не извращаться там с придумыванием всяких, всякого рода креплений и так далее. Крепления уже есть в наборе. Плюс ко всему, я так вижу, и очень меня порадовало то, что, вот смотрите, гнездо для включения вот есть с этой стороны и также с этой стороны. Из этого делаю вывод, что вот эти светильники, их можно подключить последовательно, что мы сегодня с вами и сделаем. Значит, есть вот такая вот заглушечка, если нам не нужно, например, вот это гнездо, видите, можно вот такой заглушечкой заглушить. И есть в комплекте еще, я так понимаю, это переходнички какие-то. Вот, значит, давайте распакуем второй светильник. Так, друзья мои, здесь все то же самое, здесь все то же самое. Значит, вот как они выглядят. Сейчас я подключу этот светильник к сети. У меня есть вот такая вот штука. И вуаля! Ну, кстати, я вам скажу, что достаточно неплохо. Она светит, как флюоресцентная лампа 20-ваттная. То есть экономия уже налицо, и мне уже этот светильник уже начал нравиться. Значит, давайте мы еще заглянем внутрь, что внутри светильника. Вот, аккуратненько сейчас разберем его. Так, смотрим, здесь у нас проводочки. Здесь у нас, что у нас здесь? А здесь у нас внутри, вот как вы видите, сама вот, сами гладдиоды. И здесь вся начинка. И здесь уже установлено все. То есть вам к этому светильнику фактически ничего больше не надо. Вы покупаете светильник и просто подключаете его к сети, и все, друзья мои. Значит, еще что мне понравилось, я не знаю, будет вам видно или нет. Вся вот эта штука, она полностью цельная. Вот, видите, на видео видно вам, я не знаю. Вот она полностью цельная. То есть попадания вот сюда вот влаги не будет. Вы, если, например, в домашних условиях хотите использовать такой светильник, могу вам посоветовать вот здесь пройти силиконом, для того, чтобы сюда влага никаким образом не попадала, и этот светильник у вас будет герметичен. А так вот здесь попадания влаги не будет, 100%. Так, ну давайте попробуем подключить этот светильник последовательно друг к другу. Мне просто реально интересно, получится у нас это или нет. Значит, сейчас мы сделаем вот так. И здесь вот так. Если, друзья мои, получится их подключить последовательно, цены такому светильнику вообще не будет, потому что это очень сильно упрощает вообще процесс самой сборки всего светильника в целом. Значит, мы вот так вот скрутим концы. Один конец мы сюда, второй конец сюда. подключили и подаем питание. Вуаля, друзья мои, это просто бомба. Это реально круто, это мега круто. Это очень удобно, потому что вы видите, да, вы можете просто создать цепь из нескольких таких светильников без каких-либо танцев с бубном вообще. Друзья мои, я за кадром заизолировал вот эти вот концы соединительные от греха подальше, потому что, не дай бог, замкнет или еще что-то. Вот, значит, давайте мы с вами сейчас попробуем вот этот светильник установить на вот такое вот крепление. Вот такие вот ножки. Если вы помните прошлый обзор, то ножки чем-то похожи, выполнены из такого же прозрачного пластика. Очень красивый, прозрачный, качественный пластик. Кстати, чтобы не делать паутины из проводов, вы можете сделать следующее. Вот на эти два проводка просто подать питание и весь этот светильник будет выглядеть достаточно так оригинально и компактно. Ну вот как все это выглядит. Давайте еще раз подключим питание и посмотрим еще раз, как это все светит. Вот, друзья мои, вот светильник из двух частей. Это у нас получается 12 ватт. Такого освещения с головой хватит для аквариумов до 50-60 литров. Единственный минус, наверное, который я увидел в этом светильнике, это то, что у него достаточно холодный спектр свечения. Это 6500 кельвин и на выходе он дает где-то около 500-600 люмен, что тоже не есть много. Но, в принципе, вот таких вот две планочки под аквариум, как я уже говорил, 50-60 литров вполне вам хватит. И выглядит все это будет достаточно так. Ну, посмотрите сами. Достаточно компактненько и красивенько. То есть, ничего лишнего, ничего громоздкого. И, друзья мои, самое главное, это цена. Это 150 гривен. Это, грубо говоря, две диодные лампочки. Как и по мне, так вот я вот эти светильники точно себе буду менять на все аквариумы. Так, ну и давайте все это дело посмотрим еще раз. Только вот одну планочку возьмем. И одну планочку возьмем вот на вот такое крепление на стекло. Значит, аналогично цепляется здесь, здесь. И вот так оно ставится на стекла аквариума. Можно использовать на аквариум без покровных стекол. Подключаем, опять же, к сети. И вуаля, друзья мои. Вот вам компактный, маленький, красивый светильничек для аквариума. Цена такого светильника там будет 100 гривен уже с ножками. Вот такой вот компактный светильничек у нас получился. Друзья мои, я хочу подвести итоги по данному светильнику, по его комплектации и так далее. Значит, светильник мне очень понравился. Во-первых, очень и очень доступная цена. 60-70 гривен за одну такую планку, это, считайте, копейки. Это цена одной диодной лампочки. Это раз. Второе. Очень порадовало то, что вот здесь все герметично. То есть, попадание воды, влаги вот сюда, ну, не будет никак. Третье, что очень порадовало, это, значит, возможность подключения питания как с одной, так и с другой стороны. И возможность сделать последовательное питание для нескольких таких светильников. Если мы их, например, вот так хотим поставить, да, ну или там елочка, я не знаю. То есть, возможность их подключить последовательно, без каких-либо танцев с бубном и без паутины из проводов, скажем так. Значит, что еще понравилось? Понравилось то, что все-таки он достаточно яркий. И одной такой планки на 50-литровый аквариум, если аквариум без растений, хватит вполне. Значит, ножки вот такие я заказывал отдельно. Они стоят достаточно недорого. И если монтировать этот светильник на этих ножках, то все выглядит достаточно компактно и так красивенько. Ну, конечно же, не так красиво, как, скажем, тот светильник, на который я уже делал обзор раньше. Но все же для бюджетного варианта это самое оно. То есть, если вы хотите сэкономить по деньгам, и вы хотите поставить экономный светильник себе на аквариум, то вот такой вот светильник, это как раз то, что вам нужно, друзья мои. Я надеюсь, этот обзор был вам полезным. Если это так, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. С вами был Андрей Зубкевич. Всем пока, добра и удачи. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok